Здравствуйте! Это актуальное интервью. Я Андрей Погорелов. Мы обсуждаем актуальные вопросы и события. Сегодня гость в нашей студии – председатель Союза женских организаций Республики Анжелика Андреева. Анжелика Егоровна, здравствуйте! Добрый день! Рада вас приветствовать в нашей студии. Но в конце 2017 года в федеральный закон о выборах были внесены изменения. Появилось впервые такое понятие, как субъект общественного контроля. Кто это такие? Действительно, у нас есть новшества в федеральном законодательстве. Если брать закон об общественном контроле, то нынче при проведении выборов президента Российской Федерации общественные объединения – это федеральная общественная палата, может полномочия представлять, и общественная палата Республики Саха-Якутия имеют право представить общественных наблюдателей. И общественные наблюдатели, согласно законодательству, представлены от всех кандидатов в президенты Российской Федерации. А общественные палаты от Республики Саха-Якутия будут представлять, они будут независимыми и будут наблюдать за ходом проведения выборов. То есть это говорит о том, что они будут независимыми, неангажированными, а каждый гражданин, который будет представлять то или иное общественное объединение, имеет право следить за ходом проведения выборов. Общественными наблюдателями могут быть не только члены общественной палаты, а также будут привлечены и другие организации. 28 декабря 2017 года Общественная палата Республики Саха-Якутия подписала с пятью более крупными общественными объединениями в нашей республике. Это Федерация профсоюзов Республики Саха-Якутия, Торгово-промышленная палата, Союз ветеранов войны и труда, также Лига отцов Республики Саха-Якутия и Союз женских организаций Республики Саха-Якутия, которые как раз имеют, эти общественные крупные объединения имеют свои филиалы в УЛУСах и даже в нашей организации, во всех наследиях республики. Для наших регионов, для России в целом, это новые институты общественного контроля. Сколько человек вообще должно быть задействовано и к какому числу должен быть сформирован список наблюдателей? У нас состоялось совещание, на котором присутствовала Центральная избирательная комиссия Республики Саха-Якутия. У нас 797 избирательных участков по республике и 35 территориальных избиркомов. И мы приняли решение, общественная палата приняла решение, что в каждом избирательном участке, то есть участковой избирательной комиссии, будет по 2 общественных наблюдателя. Это говорит о том, что мы должны набрать 1664 общественного наблюдателя, представителей, общественных наблюдателей до 10 февраля. Уже какие-то предварительные данные есть, пожелающим войти в список наблюдателей? Да, мы уже начали формировать общественных наблюдателей. Сегодня в пяти районах республики непосредственно представители нашей организации уже есть. Они не должны быть депутатами муниципальными, служащими не должны быть, а представлять общественные объединения. И самое главное, они не должны быть ангажированы другими партиями. Это должны быть представители общественных объединений, которые не будут агитировать ни за какого кандидата, а будут контролировать ход избирательной кампании, особенно, чтобы не было нарушений в законодательстве. То есть они будут смотреть, чтобы не нарушался закон о правах выбора президента Российской Федерации. Как до выборной кампании на избирательных участках, так и во время выбора. Ну вот с населенными пунктами, где большое количество населения, здесь в принципе все понятно. А вот какие-то проблемы могут возникнуть у наслегов, где маленькая численность населения? Где маленькая численность населения, я считаю, там, конечно же, избиратели все друг друга знают. И обязательно там есть авторитетные лица, именно общественные, из числа, может быть, даже ветеранов, женских объединений, советов. Их называют лидеры общественного мнения. Именно такие люди должны стать общественными наблюдателями, независимо за какого кандидата, а следить, как будут проходить выборы. У них процедура такая же общая сохраняется, да? Для того, чтобы стать наблюдателем. Да, процедура общая. Это уже представление Общественной палаты Республики Саха-Якутия. Общественный наблюдатель должен быть представителем общественного объединения, который подписал соглашение с Общественной палатой и уже будет иметь документ, что он является общественным наблюдателем. Анжелика Егоровна, но полномочия общественных наблюдателей будут как-то отличаться от полномочий наблюдателей, которые идут от политических партий? Практически не отличаются их полномочия. Но, как я уже сказала, то, что они будут следить за ходом избирательной кампании, чтобы законодательство не нарушалось. Если будут, допустим, какие-то вопросы, если наблюдатели от кандидата всегда защищают интересы кандидата, то наши общественные наблюдатели, они будут независимыми. И они должны быть очень независимыми, твердо принимать решение, чтобы все проходило согласно закону. До выборов осталось примерно уже два месяца. Срок небольшой. Будет ли проходить обучение для наблюдателей? Да, конечно. Общественная палата Республики Саха-Якутия совместно с общественными организациями, которые уже будут назначены общественными наблюдателями, мы хотим, чтобы нас обучили. И обучение будет проходить как дистанционно, так же представители, наверное, Центральной избирательной комиссии и общественной палаты будут непосредственно выезжать в УГУСы, и где будут как раз собирать этих общественных наблюдателей и для них проводить обучение. Но если бы более поподробнее поговорить именно о порядке и процессе вообще обучения, что будет входить, о чем должны знать и вообще наблюдатели? Ну, наблюдатели, конечно же, в первую очередь он должен знать законодательство, что он представляет, какие у него полномочия, что он имеет право. И мы обязательно подготовим совместно с общественной палатой памятку как раз наблюдателя, что он имеет право делать, что он не имеет право делать. И, конечно же, при каких-то, допустим, ситуациях, чтобы обязательно мы могли связаться с общественной палатой, чтобы разрешить ту или иную проблему. Это все будет рассказано на обучении и также на уровне Российской Федерации, во всех субъектах Российской Федерации. То есть, если по всей России отвечает Общественная палата Российской Федерации за данных наблюдателей, и во всех регионах тоже будут отвечать общественные наблюдатели. И как раз мы все живем в одном информационном пространстве и в одном законодательском поле с Российской Федерацией. Я думаю, что в нашем регионе все пройдет очень организованно. Не будет таких, как сказать, больших, можно сказать, вопросов. А именно общественные наблюдатели, начиная уже, они имеют право за 10 дней открываются избирательные участки. И они уже имеют право следить за ходом подготовки, чтобы обязательно где-то были вывески, чтобы народ знал, что именно 18 марта состоятся. Чтобы на слегах, в городах, районах каждый гражданин имел право, как он может проголосовать досрочно, допустим, или досрочное голосование. И помогать, можно сказать, центральной избирательной комиссии в плане того, что информировать граждан. Например, если человек поехал в командировку или находится в другом городе, он имеет право уже проголосовать за президента Российской Федерации. Те или иные нормативно-правовые акты и законы, которые у нас сегодня приняты. И общественного наблюдателя зависит очень много. И я думаю, уже пройдя обучение, они могут и в будущем участвовать и на других выборах, и быть более компетентными именно представителями народа, общественности. Анжелика Егоровна, изучался ли вами, вашим союзом опыт зарубежных наблюдателей вообще? Да, действительно, мы все смотрим телевидение, общаемся, мы входим в состав союза женщин России. И очень много общаемся с женщинами из других регионов Российской Федерации, а также на международном уровне. И я думаю, что со всего мира будут наблюдать за выборами президента Российской Федерации в нашей стране. И в этом плане я хочу сказать, что женщины всегда принимают активное участие. У нас очень много представителей, которые являются и членами участковых избирательных комиссий, которые непосредственно будут. И я думаю, что эта новая форма общественных наблюдателей тоже для них даст какой-то новый толчок в самообразовании, в самоорганизации. И что они тоже являются соучастниками проведения крупных федеральных выборов и будут принимать активное участие. Мы уже начали формировать своих представителей. Это как раз будут женщины, как я уже сказала, не депутаты, не муниципальные служащие, а которые имеют авторитет на селе, в районе. И они будут представлять уже как общественными наблюдателями. И самое главное, они не имеют права агитировать ни за какого кандидата. Как вы оцениваете, насколько у нас сейчас население вообще информировано о выборах предстоящих? О предстоящих выборах я вот сегодня тоже как гражданин ехала на автобусе. И вот я вижу уже, ну, видны плакаты. Очень хороший придумал слоган, да, там, что 18 марта 2018 года. И то есть вот это 18 марта созвучно. Да, созвучно. Очень хорошо выделено. И также со средств массовой информации. Сегодня у нас граждане, конечно, больше получают информацию через интернет, WhatsApp, вот электронные, да. И я думаю, что многие граждане, особенно в нашей республике, всегда выборы проходят очень активно и сознательно. И я думаю, что явка будет достаточно хорошей. И благодаря, думаю, нашим общественным наблюдателям они, может, даже могут быть более публичными. Анжелика Егоровна, ну, как, какое значение вообще в целом будет иметь новый для России вот Институт как раз-таки общественных наблюдателей? Какова его перспектива вообще в будущем? В будущем я считаю, что согласно закона, я говорю, это будет у нас впервые. И в последующие выборы, если будут представители общественных наблюдателей, и у нас получается, что средства массовой информации тоже считаются четвертой властью, да. И в помощь, да, к средствам массовой информации сегодня как раз эти общественные наблюдатели, которые имеют право даже, ну, комментировать, что происходит, да, в средствах массовой информации. И сегодня говорит о том, что средства массовой информации очень сильно влияют, да, на общественное мнение. И считаю, что наши общественные наблюдатели, которые будут представлять ту или иную организацию и общественную палату Республики Саха-Якутия, соответственно, и общественную палату Российской Федерации. Они будут чувствовать ответственность, очень большую ответственность. И даже, мне кажется, больше мы их будем обучать в юридическом направлении. И в этом, конечно же, мы попросим помощь. Тоже есть общественное объединение Ассоциаций юристов Республики Саха-Якутия. И будем совместно работать с Ассоциацией юристов Республики Саха-Якутия. И они уже непосредственно в законодательном плане будут помогать общественным наблюдателям. Анжелика Егоровна, большое спасибо вам за участие. Разговор был действительно интересным. Я напоминаю, вы смотрели актуальное интервью. В гостях у нас сегодня был председатель Союза женских организаций Республики Саха-Якутия Анжелика Андреева. Оставайтесь вместе с нами. Удачного вам дня. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok